Работает звук? Есть? Все, замечательно, тогда начинаем. Вас приветствует Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра. И я, заместитель директора ФРЦ Шумских Марина Алексеевна. Сегодня наша очередная встреча на вебинаре модели организации образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Довольно-таки много народу зарегистрировалось, что подтверждает большой интерес к этой теме, поэтому можем начинать. Сначала несколько организационных вопросов. Сертификат будет доступен, как обычно, в правом верхнем углу есть такая вкладочка «Общедоступные ресурсы». Вот там где-то после 13.30 наша техническая служба зальет туда сертификат, оттуда вы можете его скачать. Вопросы, как обычно, вы отправляете в чат на вкладочку «Вопросы». Это в левом нижнем углу. Так, да, всё вот, всё работает, всё на месте. Так, всё, ну а мы с вами начинаем. Сегодня у нас два приглашённых спикера. Наши верные, надёжные партнёры, имеющие большой опыт в инклюзивном образовании. Такие улыбаются, это действительно на самом деле так. Кроме того, сейчас мы объединены одной общей деятельностью, одной большой задачей. По заданию Министерства просвещения в Федеральном ресурсном центре в настоящее время идёт работа по разработке проекта, примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся СРАС. То есть для учеников пятых-девятых классов. Ну вот, это свершилось, уже в течение года продолжается эта работа, уже практически подготовлен проект адаптированной программы для обучающихся, адаптированной программы основного образовательной программы для детей СРАС. И вот даже могу открыть секрет, после окончания нашего вебинара, очередная рабочая встреча нашей рабочей группы. Мы вносим последние правки в эту программу, потом представляем в Министерство, но в следующем году уже предполагается апробация этой программы. Да, коллеги? Да. Вот, и сегодня как раз Борисова Наталья Владимировна, она руководитель как раз вот этой рабочей группы, то есть такой идейный вдохновитель, и поэтому, ну, даже могу вам сказать, можете в конце задать вопросы и на эту тему, она как наш руководитель вам, наверное, ответит, откроет тайны, над чем мы работаем. Вот, и Шаргородская Наталья Владимировна, ой, Шаргородская Людмила Вячеславовна, ну, человек, который, имеющий огромный опыт инклюзивного образования, мало того, ей написана кандидатская работа, название звучит так, организационно-педагогические условия инклюзивного обучения младших школьников с РАС, но, пожалуй, это, наверное, единственная работа о последовательном таком включении в образовательную среду вот младших школьников, включении детей с РАС в образовательную среду. А самое главное, что работа подкреплена математически обработанными статистическими данными, то есть, в которых проанализированы данные за 10 лет, с 2006 года, вот, наблюдение за детьми с РАС в двух общеобразовательных школах. Ну, и, в конце концов, это, в какой-то мере, подтверждает эффективность моделей. Ну, давайте с вами тогда приступим. Согласно федеральному закону, наши дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, имеют возможность обучаться своими сверстниками. Среди разных нозологий наши дети с расстройством аутического спектра, ну, наверное, требуют особого внимания. Совершенно очевидно, что они должны получать равные возможности. И, конечно, есть вечная мечта создать такую модель организации обучения детей с РАС, которая обеспечит удовлетворение потребностей личности ребенка, обеспечит успешную адаптацию, социализацию, интеграцию, обеспечит равный доступ к получению образования. Ну, вот, таким образом мы сегодня и будем вести этот разговор о таких моделях. Я предоставляю слово Шаргородской Людмиле Вячеславовне. Так, передаю микрофон. Я подключила, но пока себя не вижу. Все, сейчас, я думаю, смотрите. Так, секундочку. Так, и я выпускаю свою презентацию. Добрый день, я рада приветствовать всех, кто присоединился к нам сегодня для обсуждения такой достаточно сложной темы о выборе оптимального образовательного маршрута ребенка с расстройствами аутистического спектра. И все мы знаем, что детей с рас во всем мире становится, количество детей постоянно увеличивается. И на самом деле увеличение количества детей с различными нарушениями развития относится не только к этой категории, но вот по данным академика Ран Баранова Александра, сегодня в России 700 тысяч детей инвалидов и около 3 миллионов детей в группе риска по инвалидности. И даже по официальным данным проблема инвалидизации детей выходит на первое место по сравнению, например, с проблемой младенческой смертности. Все мы понимаем, что это те дети, которые придут в школу и для обучения которых будет требоваться создание специальных образовательных условий, которые гарантирует наше государство, наше законодательство. И также создание специальных образовательных условий, очевидно, связано с большим количеством ресурсов, как кадровых, так и финансовых, материально-технических ресурсов. И вот, к сожалению, в настоящее время мы все понимаем, что есть недостаточность и финансовых ресурсов, и кадровых, недостаточное количество специалистов, которые владеют и хорошо, в частности, умеют квалифицированную работу с детьми с расстройствами аутистического спектра. И вот, к сожалению, в настоящее время наблюдается тенденция решать вопрос отсутствия таких ресурсов в школе за счет сокращения объема помощи детям. Как это выглядит на практике? Ребенок с рас попадает в класс, в котором кроме него учатся 30 человек, и учитель, который должен каким-то образом решать эту проблему и отвечает за образование этого ребенка. Такая ситуация вредна как для самого ребенка, так и для его одноклассников. Такая ситуация вредна и для самого учителя, потому что если учитель чувствует неуспешность, а это закономерно в такой ситуации, в своей работе, то он начинает защищаться. И защита чаще всего выглядит как игнорирование проблем самого ребенка. Вот проблема недостаточности ресурсов, это не только проблема российской образовательной политики, российского образования, а проблема образовательных ресурсов, увеличенного объема таких ресурсов для детей с расстройством аутистического спектра, это та проблема, с которой сталкиваются родители детей по всему миру. Потому что расстройство аутистического спектра – это первозивное нарушение, достаточно сложное нарушение, и требующее как большого объема помощи, так и большого количества специалистов, которые привлекаются для оказания этой помощи. И поэтому единственным решением проблемы этой является согласованное действие родителей и специалистов. И вот, к сожалению, мы часто видим, что проблема не решается, в том числе и из-за вот этой несогласованности действий, а в ряде случаев и противостояние, которое точно не способствует решению этой проблемы, а только усугубляет ее. На что же мы можем опираться, когда мы говорим об организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра? И прежде всего это наше законодательство. При этом законодательство в настоящее время, ну такое прогрессивное, оно направлено на защиту прав детей всех, и в частности детей с ограниченными возможностями здоровья. И посмотрите, вот, например, статья 17 закона об образовании Российской Федерации предусматривает, что возможны различные формы организации образования, и в том числе даже сочетания различных форм. Вот это обстоятельство особенно важно, когда мы говорим об организации образования именно детей с расстройствами аутистического спектра. Но есть и проблема нашего законодательства, такого прогрессивного, нацеленного на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Это все-таки недостаточная его согласованность с реальной практикой педагогической, с реальной практикой школьного образования. Есть совершенно замечательный документ санитарно-эпидемиологические требования к организации обучающейся с ОВЗ, в частности с расстройствами аутистического спектра, так называемые САНПИНы. И в соответствии с этим документом дети с рас могут обучаться только в условиях инклюзии. При этом инклюзией считается не только обучение детей в классе обычных развивающихся сверстников, но также и в классе с детьми с другими нарушениями развития. И если мы говорим про включение в среду обычных развивающихся сверстников, то речь идет в соответствии с этим документом о детях с рас, которые обучаются по первому и второму варианту адаптированной образовательной программы. И здесь возникает очень странная ситуация с второй группой. Дети, которые в соответствии с законодательством имеют пролонгированные сроки обучения. Вот каким образом совместить пролонгацию обучения до 5-6 лет и необходимость для ребенка с расстройством артистического спектра учиться в постоянной среде, обучаться в основной школе, переходить вместе с одноклассниками, в общем-то пока законодательством не определено и не очень понятно, как это делать. Есть еще замечательный посыл этого же документа. То, что естественно при обучении детей, но не только с расстройством артистического спектра, а всех детей с ограниченной возможностью здоровья, требуется снижение количества детей в классе. Тех, кто в целом учится в классе. И если мы посмотрим вариант 8.1, то мы видим, что если у нас учится один учащийся, то в классе должно быть не более 20 человек. Если учится двое учащихся, то в классе должно быть не более 15 человек. Все, кто знаком с реалиями современной школы, понимают, что практически повсеместно это требование нарушается из-за подушевого финансирования, из-за незначительного увеличивающего коэффициента. То есть мы понимаем, что мы можем опираться, и законодательство наше прогрессивное, но будем надеяться на то, что вот эти вот нестыковки, которые также мешают организации обучения детей, будут постепенно устраняться, будут дополнительно вводиться какие-то нормативные документы, уточняться, и тогда мы действительно увидим реальную ситуацию, когда в классе учатся 20 человек, в классе учатся 15 человек. То есть законодательство нам, тем не менее, позволяет, позволяет правильно организовать образовательный маршрут ребенка в школе. Потому что для детей с расой принципиально важно, чтобы варианты организации образования были различны. С чем это связано? Конечно, прежде всего связано с тем, что мы не зря говорим о том, что это спектр аутистических расстройств, и все дети с расстройствами аутистического спектра очень разные. Мы не можем сделать единый модель для всех детей, не только потому, что все дети очень разные, но потому, что даже каждый ребенок внутри одной группы, например, все дети, которые будут обучаться по варианту 8.1 адаптированной образовательной программы, также будут различаться. И поэтому вариантов образования должно быть много, моделей обучения должно быть много. Если проанализировать ту практику, которая сложилась сейчас и в нашей стране, и за рубежом, то в целом мы можем увидеть следующие варианты. Во-первых, это полная инклюзия в обычном классе общей образовательной школы без тьютерского сопровождения. От себя замечу, что совсем немного детей с расстройством аутистического спектра могут учиться без сопровождения тьютера в обычном классе. И, конечно, для этих детей обязательно должно быть психолого-педагогическое сопровождение во внеурочное время. Более частый распространенный вариант – это полная инклюзия в обычном классе общей образовательной школы с тьютерской поддержкой. Кроме такой формы инклюзии существует частичная инклюзия, когда часть времени учащийся обучается в обычном классе, а часть времени – в специализированном. Хочу отдельно проговорить термин «специализированный», потому что он получился достаточно обобщенным из-за того, что в настоящее время не устоялась терминология. В рамках нашего исследования мы использовали термин «коррекционный класс». Хотя на практике пришлось для того, чтобы смягчить это название, называть классы экспериментальными. У нас так и были – первый «э», второй «э», третий «э». Есть название «ресурсный класс», «автономный класс». И постепенно название «ресурсный класс», которое раньше было связано только исключительно с тем, что в классах основным подходом был подход, основанный на веотерапии. Сейчас все-таки говорят о том, что ресурсным классом может быть класс, в котором реализуются различные подходы. И ресурсным он будет, поскольку там будет создана специальная среда, отвечающая потребностям детей с аутизмом, будут собраны специалисты и работают специалисты, имеющие опыт работы с аутичными детьми. Но вот если такой термин, то, наверное, более точно будет ресурсным. Но еще раз повторю, эта терминология, к сожалению, пока еще не сформировалась. Так вот, когда мы говорим про специализированные классы, мы говорим, что такие специализированные классы могут быть вот как для детей с различными нарушениями, в которых учатся, включаются в такие классы дети с расстройством аутистического спектра, так и специализированные классы и школы исключительно для аутичных детей. Поэтому мнение существует разное, поэтому поводу существует разное мнение, хорошо это или плохо. По этому поводу мы уже видели в нашем САНПИНе указаний нет. Тем не менее, такая форма во многих случаях является приемлемой и успешной для ребенка с аутизмом. И, конечно, как вариант, существует обучение по индивидуальному плану или на домное обучение по заключению медицинской комиссии. Такая форма обучения, как временная и как промежуточная, конечно, необходима. Очень часто возникает ситуация, когда для конкретного ребенка такая форма становится единственной доступной формой обучения. Но то, с какой легкостью иногда проблемы дезадаптивного поведения в школе решаются переводом ребенка на индивидуальное обучение, она, в общем-то, настораживает. И зачастую такая практика не оправдана. И мы точно должны понимать, что такая форма обучения, индивидуальное обучение, не может быть перспективной для ребенка с расстройством атистического спектра, которым в этой ситуации чаще всего оказывается в ситуации изоляции. Проблема выбора модели обучения ребенка с РАС также обостряется из-за того, что на практике существует, но с одной стороны, очень высокая ответственность родителей, потому что в настоящее время выбор образовательной организации прежде всего зависит от мнения родителей. И ситуация устроена таким образом, что у родителей очень мало возможностей получить объективную информацию о том, где находится школа, какая школа, что внутри происходит, какие могут быть предложены формы и обучение для их ребенка в отечестве. И это даже в той ситуации, когда у нас есть выбор, например, в большом городе. А чаще всего ведь ситуация, что и выбор крайне ограничен, его просто может не быть фактически, потому что не так много образовательных организаций, которые умеют и хотят работать с детьми с данной категории. Это с одной стороны. С другой стороны, также и очень высокая ответственность образовательной организации, потому что образовательная организация должна получить заключение по МПК и создать все заложенные и отмеченные в этих рекомендациях специальные образовательные условия. Само по себе, конечно, очень правильно. Но если мы представим конкретную ситуацию, например, приходит ребенок в августе, приносит заключение по МПК, в котором в соответствии с потребностями ребенка есть занятия практически нескольких специалистов, еще требования по созданию специальных образовательных условий, и школа очень быстро, в краткие сроки, должна вот эти условия каким-то образом создать. При этом у школы обычно не имеют информации о том, что происходило с ребенком до школы. А для ребенка с расстройством атистического спектра это очень важно, и это очень должно влиять на то, какие условия требуются ребенку при начальном обучении в школе. То есть это также проблема зачастую, которая иногда обостряется и становится очень серьезной проблемой как для образовательной организации, так и для родителей. Есть еще проблема, это трудности выявления актуального уровня развития потенциала ребенка с рас, сначала обучение в школе. Имея достаточно большой опыт обучения детей именно на начальном этапе, я могу точно сказать, что нельзя гарантировать, нельзя давать точный прогноз, будет успешен ребенок в школе или не будет успешен, исходя из того, что с ним происходило до школы. Точно все дети с расстройством атистического спектра испытывают огромные трудности при адаптации, и эта адаптация обычно длительно при начале обучения в общей образовательной школе. Очень часто мы наблюдаем моменты, когда ребенок, у которого до школы вполне сформировано учебное поведение, он выполнял задания, он как-то был вписан в группу подготовки в школе, не справляется с новыми, достаточно сложными требованиями, которые возникают на начальном этапе обучения. И вот все это действительно, но прежде всего требует такого длительного периода наблюдения, длительного периода адаптации, который должен быть специально организован с учетом особенностей детей с расстройством атистического спектра. Потому что если мы не учли все возможности, все потребности ребенка, то мы можем столкнуться с тем, что то, что мы ошиблись, приводит к следующим ситуациям. И, к сожалению, такие ситуации, в общем-то, достаточно частые. Ну, во-первых, ситуация, ребенок сразу исключен из жизни класса. И вроде бы так ничего экстремального не происходит. Просто ребенок, находясь в классе, занимается индивидуально, выполняет индивидуальные задания, не общается со сверстниками, не смотрит на них, не иницинирует контакт. Если рядом есть тьютер, то они вдвоем прекрасно как-то так в этом пространстве живут. И вот это очень неудачная для ребенка ситуация, потому что она не имеет развивающей перспективы. Ребенок, который в такой ситуации, у него не возникают положительные социальные контакты, вот ребенок с расстройством аутистического спектра практически не сможет двигаться дальше. И чаще всего в какой-то момент начнет оставаться не только в социальных навыках, но и в академических. Второй вариант, он такой более яркий. Ребенок сразу перестраивает жизнь класса. То есть ребенок мешает педагогу вести занятия. Он кричит, ходит по классу. А взрослый разрешает ему это делать, чтобы не провоцировать конфликты. Или как только возникает такая ситуация, сразу же выводит его из класса. Вот такая ситуация также не имеет перспективы, потому что у ребенка не возникает возможности справляться и развивать свою саморегуляцию. И в общем-то тоже чаще всего заканчивается тем, что ребенка выводят из класса на индивидуальное, на домное, дистантное, какое угодно обучение. Еще более яркий вариант – это когда поведение ребенка деструктивно. То есть ребенок убегает из класса, из школы, постоянно нарушает школьные правила, проявляет агрессию по отношению к детям. Ну, понятно, что такой вариант заканчивается быстро. Ребенка выводят из класса, не пытаясь, в общем-то, работать с его проблемой, потому что, ну, понятно, что работа с вот таким поведением требует специальных техник, специальных педагогических приемов и невозможно в условиях, ну, например, обычного класса, в котором еще обучаются 25 человек, у которых также есть права на качественное обучение. Иногда возникает ситуация, когда взрослые, которые плохо понимают проблемы ребенка, плохо понимают проблемы аутизма, начинает пытаться регулировать поведение ребенка излишне жестко. Ну, например, если даже не кричать, а просто повысить голос на ребенка, то вот для части детей с раса, практически для всех детей с раса, если эта ситуация будет новая, незнакомая, такое поведение будет для ребенка запредельно жестким и может привести к стойким страхам ребенка, ночному энерезу, заиканию, мутизму ребенка. Ребенок затем просто не войдет ни в класс, ни в школу. То есть это тоже очень грустный вариант. И еще раз повторю, все эти варианты, к сожалению, существуют, к сожалению, они связаны чаще всего с тем, что взрослые не могут правильно организовать и начальное обучение ребенка, не могут правильно подготовить обучение ребенка с расстройством аутистического спектра в образовательной организации. На что же мы можем опираться при организации обучения детей с рас? Я так понимаю, что все уже поняли, что все-таки мы должны вдумчиво к этому относиться, потому что категория детей достаточно сложная и без анализа, без серьезной подготовки, без серьезной адаптации образовательного процесса мы не сможем обеспечить качественное обучение таких детей. И первое, на что мы можем опираться, это принцип обратной интеграции, который сформулировал Т.Л. Питерс. На первых порах обучения ребенку с нарушениями предлагается среда и виды деятельности, наилучшим образом адаптированных к его способностям и возможностям. И этот принцип на самом деле универсален, и те, кто понимает и хорошо знаком с коррекционными технологиями, понимают, что именно этот принцип используется и в коррекционно-развивающем обучении. Мы всегда начинаем с того этапа, который у ребенка сформирован лучше всего. Второе, на что мы можем опираться, это то, что образовательный маршрут должен строиться с учетом динамической оценки возможностей ребенка при включении в социальную группу. Это означает, что для любого ребенка с расстройством аутистического спектра мы должны, во-первых, предусмотреть адаптационно-диагностический период при начале обучения и оценивать именно не стартовые его возможности и способности, прежде всего, а вот эту динамику за период адаптационно-диагностического обучения. Также мы обязательно должны в организации обучения опираться на то, что мы организовали это обучение комплексно с учетом всех блоков особых образовательных потребностей, учащихся сразу. Что это за блоки, они выделены российскими учеными, я буду говорить немножечко попозже. И еще один очень важный принцип, очень важное требование, которое вообще-то сформулировано, но вот если вы возьмете любые исследования по расстройствам аутистического спектра, то вы увидите, что основным требованием будет согласованная команда специалистов и родителей ребенка. То есть должна быть согласована команда как различных специалистов, а их должно быть немало, между собой, так и обязательно согласовывается все, что происходит с ребенком, с родителями. Иначе, если не удается этого достигнуть, то успешность организации обучения будет минимальна, если она вообще возникнет. Что должна учитывать вот такая динамическая оценка возможности включения ребенка в ЦРАС в социальную группу? Мы считаем, что, во-первых, должна учитываться выраженность нарушений взаимодействия с внешней средой и эффективной регуляции ребенка с РАС. При этом можно опираться на сформулированную российскими учеными классификацию, в которой выраженность нарушений, по выраженности нарушений дети делятся на 4 группы. И, ну, вот смотрите, например, если ребенок относится к наиболее тяжелой группе нарушений аффективной регуляции, это первая группа, основными задачами для ребенка будет формирование такого положительного взаимодействия с взрослым. И мы понимаем, что школа – это не то место, в котором можно эффективно заниматься такой задачей, потому что в школе возникает очень много требований по соблюдению правил, которые будут, ну, в том числе, ввести ограничения, взрослый вынужден будет устанавливать какие-то правила, связанные с ограничениями для этого ребенка. И для ребенка, для которого важно именно положительное взаимодействие со взрослым, иногда это будет, ну, очень болезненно и не способствует решению его основных задач на этом этапе. Кроме выраженности нарушений аффективного взаимодействия, аффективной регуляции, динамическая оценка должна учитывать уровень когнитивного развития ребенка с разом. И мы должны точно понимать, что когнитивный ребенок с аутизмом очень своеобразно. Даже те дети, у которых в целом уровень когнитивного развития приближается к нормальному, формально нормальный, во-первых, будут иметь неравномерное развитие высших психических функций, и обязательно эти дети будут требовать как адаптации учебного материала, адаптированной учебной программы, так и психолого-педагогического сопровождения. Далее динамическая оценка должна учитывать обязательно состояние навыков и умений, необходимых для успешного функционирования в социальной группе. И здесь в первую очередь, конечно, мы говорим о навыках коммуникации, в том числе о детей, которые не владеют речевой коммуникацией, это системы альтернативной коммуникации, которым ребенок должен быть обучен и уметь ей пользоваться. Но мы точно должны понимать, что, например, и другие навыки также влияют на успешность включения в социальную группу. Но давайте посмотрим, влияют ли навыки владения математическими операциями необходимыми навыками для включения в социальную группу. Если мы говорим о том, что ребенок должен включиться в обычный класс, ну или другой класс, на урок математики, то, конечно, да. Потому что на уроке математики ведь не происходит просто присутствие всех детей на уроке математики физическое. Это такая совместная работа по решению проблем, математических проблем. И для того, чтобы включиться в такую работу, ребенку необходимы навыки владения, но в данном случае математики, тоже касается и любых других предметных областей. Поэтому состояние таких навыков и умений мы также должны включить в динамическую оценку для конкретного ребенка. Но кроме вот этих трех факторов мы должны учитывать не только актуальный уровень развития ребенка, но и зону ближайшего развития ребенка сразу в этих областях. Потому что динамическая оценка также должна сразу все-таки ставить ближайшие перспективы с тем, чтобы понять, сможем мы их достичь или нет, и оценить именно это. Таким образом, мы можем сформулировать, что интеграционный маршрут ребенка сразу в образовательной организации должен быть поэтапным. И в целом эти этапы могут выглядеть следующим образом. Начальный этап – это диагностика, определение задачи, форма организации обучения учащихся сразу. Далее, этап индивидуального обучения, этап включения в группу, это мини-группа 2-3 ребенка и один во взрослых. Этап группового обучения, специализированный класс малой наполняемости, 5-6 учащихся, частичная инклюзия и полная инклюзия. И если начальный этап необходим для всех детей, то последующие этапы, что будет первым из последующих этапов для конкретного ребенка, будет зависеть все-таки от конкретной возможности и потребности того ребенка, для которого мы пытаемся создать образовательный маршрут. Я уже говорила, что кроме того, что мы должны понимать, что маршрут ребенка должен быть поэтапным, очень аккуратно дозированным, очень индивидуализированным, мы должны учитывать весь комплекс образовательных потребностей, которые возникают при обучении детей с раз в школе. И это принципиально, что мы должны учитывать именно все потребности. Не может быть ситуации, когда мы какие-то из блоков игнорируем, говоря, что ну хорошо, ребенок академически у нас никаким образом или там очень медленно двигается, но зато у него социализация, это важно для его социализации. Расстройство аутистического спектра первоземное расстройство, всеобъемлющее, и поэтому реальных результатов мы можем достичь, только если будем организовывать обучение этого ребенка также комплексно. Поэтому мы говорим о трех блоках потребностей. Первый блок это потребности, связанные с введением учащегося сразу в ситуации обучения. Второй блок это потребности, связанные с освоением адаптированной образовательной программы. И третий блок это особые образовательные потребности, которые необходимы для коррекции эмоционально-волевой сферы ребенка. Что касается первого блока, о чем мы должны обязательно задумываться, что мы должны учитывать при организации обучения. Ну, во-первых, я уже про это упоминала, это индивидуально дозированное введение в ситуацию обучения. В школе не всегда легко организовывать, ну, например, такое индивидуально дозированное введение. Например, ребенку очень важно, чтобы был гибкий временной промежуток, когда он находится в классе, когда он может выйти из класса, когда с началом обучения требуется очень постепенное увеличение времени. Но, тем не менее, вот для всех детей с РАС это принципиальная позиция, которая очень влияет на возможности его вхождения в школу, в школьное образовательное пространство. Следующее, то, что также относится к первому блоку, это важность установления эмоционального контакта с учителем класса, если мы говорим о начальной школе, то мы понимаем, что это классный руководитель, и со специалистами, помогающими в организации учебной деятельности. И здесь мы говорим именно про эмоциональный контакт, который должен направленно продумываться, направленно развиваться со стороны, конечно, в первую очередь взрослых, потому что ребенок будет в дальнейшем опираться именно на этот эмоциональный контакт в своей школьной жизни. Следующее требование, которое относится также к этому блоку, это то, что особенно на начальном этапе обучения для ребенка с аутизмом важно создание и поддержка четкой временно-пространственной структуры организации в связи школьной жизни. И вот следующее требование, что для этого должны использоваться методы, методики и технологии специализированные для детей с РАС, вот они связаны между собой. Это то самое, что мы говорили про принцип обратной интеграции, да, вот для детей с РАС изначально для большинства, скажем так, бывают дети, для которых эти этапы уже были пройдены в дошкольной образовательной организации, но чаще всего ребенку с РАС необходимы специализированные классы в этой ситуации, в которой есть и технологии, и приемы, и люди, которые умеют проводить эти приемы в жизни и имеют опыт использования этих приемов. Если мы говорим про второй блок, это по древности связанные с освоением адаптированной образовательной программы, то мы говорим про два направления. Во-первых, это адаптация учебного процесса. Мы понимаем, что речь идет о создании разработки адаптированной образовательной программы. В ситуации для ребенка с РАС такие адаптированные образовательные программы будут чаще всего индивидуальны, я уже говорила, в силу в том числе неравномерности развития высших психических функций конкретного ребенка. Но здесь же должно быть второе направление учтено, это организация коррекционно развивающего обучения. И если мы говорим про адаптацию учебного процесса, то мы должны понимать, что, конечно, это адаптация значительная. Это и составление адаптированных образовательных программ, про которые я уже сказала, это адаптация методов, методик обучения, подбор методик в соответствии с возможностями учащихся. Контрольные тестовые материалы должны значительным образом перерабатываться, адаптироваться. Для детей с РАС очень часто возникает необходимость использования коррекционно развивающих технологий в учебном процессе. И всегда возникает вопрос, а кто это должен делать? Единственный ответ на это это команда специалистов и при необходимости при объеме адаптации большой должны подключаться родители ребенка. Поясню на нескольких примерах. Например, все мы знаем, что одной из особенностей детей с расстройством атистического сфектора является то, что они плохо понимают смысл метафор, пословиц переносного смысла. И, например, на уроке чтения, если учитель понимает, что в изучаемом материале возникнут пословицы, метафоры, то понятно, что учитель спокойно может перед началом изучения этого текста дополнительно их разобрать. Да, это должен сделать учитель, это несложно, это будет полезно для всех детей. Второй пример. Если, например, для того, чтобы ребенок был успешен в выполнении контрольной работы, требуется структурирование этой работы. Что я имею в виду? Часто дети не выполняют работу не потому, что они не могут ее выполнить, а просто потому, что на странице, например, слишком много материала, им сложно ориентироваться в большом количестве информации на листе. тогда возникает необходимость просто структурировать этот материал, разбить его на отдельные небольшие задания, изменить форму предъявления материала. Кто это должен делать? Ну, учитель, если у него есть на это ресурс, подключает ЮТРА, подключает специалистов. Это второй вариант. Третий вариант адаптации. все дети в классе обучаются чтению по стандартным классическим методикам, по стандартным классическим учебникам, а ребенок сразу, в силу его особенностей, не может освоить чтение именно по этой методике. И ему, например, необходимо обучаться по другой методике, например, методикой послугового чтения. Кто должен заниматься адаптацией такого рода? Ну, наверное, специалист, который владеет этой методикой, и не на общем уроке, и, наверное, родители, которые будут выполнять домашние задания, связанные с освоением именно этой методики. Поэтому понятно, что объем большой, и требуется командность, и без выполнения командного принципа все равно ничего не получится. Ситуация, когда за все отвечает учитель, учитель должен один каким-то образом создать адаптированную образовательную программу, она не имеет перспектив, она не имеет качественного выхода. Второе направление, мы уже про это сказали, это в принципе коррекционно-развивающее обучение, которое необходимо организовать, ну, практически для всех детей с расстройством аутистического спектра, обучающихся в школе. и мы считаем, что и в нашей модели было так реализовано, что вот такое коррекционное развивающее обучение может быть основано, во-первых, организовано как комплексное психолого-теподогическое воздействие, которое учитывает закономерности антогенеза и морфологические особенности центральной нервной системы, это то, что прекрасно разработано в российской, советской коррекционной педагогике, коррекционной психологии и этими разработками точно можно пользоваться в школе. И второй важный принцип это то, что такая работа организуется как совместная деятельность педагога и основывается на активности ребенка и опирается на сотрудничество ребенка в деятельности. То есть это на самом деле тот самый системный деятельностный подход, который является основой в российской психологии и педагогике. Если мы говорим про третий блок, то мы говорим про особые образовательные потребности, которые необходимы ребенку для развития его эмоционально-волевой сферы. И отдельно отмечу, что не бывает ребенка с расстройством аутистического спектра для которого не требуется направленная работа по коррекционной работе по преодолению нарушений в этой сфере. Поэтому здесь мы говорим о том, что с одной стороны ребенку нужна постоянная помощь в накоплении осознания опыта общения с взрослыми детьми. С другой стороны мы говорим про специально организованную коррекционно-развивающую работу по развитию эмоциональной волевой сферы. Конечно, это чаще всего внеурочные деятельности, дополнительное образование. И обязательным направлением, которое также больше связано именно с этим блоком, это сотрудничество с семьей. И мы часто сталкивались с тем, что у семьи ребенка с аутизмом возникает потребность в оказании психологической помощи, запроса на психологическую помощь. И это также влияет на эмоциональное волевое развитие ребенка с расстройством аутистического спектра. Вот все принципы, о которых я вам рассказывала, были адаптированы, реализованы в динамичной модели интеграции, которую мы в течение 10 лет разрабатывали в общеобразовательной школе. И эта модель включала несколько этапов, обучение в рамках такой модели включало несколько этапов, их было три, адаптационно-диагностический, основной и инклюзивный. Был еще этап у нас, он не сразу сложился подготовки к школе, когда была дошкольная группа из шести человеков, и дети обучались два раза в неделю. Но само обучение начиналось с такого коррекционного класса, я уже говорила, специализированный класс, в который был адаптирован для обучения детей именно с расстройством артистического спектра. В классе занималось шесть человек, и одновременно с этим проводились индивидуальные и групповые коррекционные развивающие занятия. Дети занимались в первом и во втором классе, частично в таком классе, и затем постепенно начинался этап основной, это этап, который был организован в форме частичной инклюзии, то есть часть времени дети проводили в специализированном классе, часть времени уже в инклюзивном классе с сопровождением тьютера. И заключительный этап, как мы его назвали инклюзивный, он был не для всех детей. Этот этап оказался эффективным и необходимым для где-то половины детей, которые были в нашем эксперименте. И это дети, которые спокойно с сопровождением тьютера переходили уже в обычные классы и обучались в режиме полной инклюзии. Часть детей после обучения в трех классах переходили в другие школы. Чаще всего это были речевые школы или школы для детей с интеллектуальными нарушениями. Но все они переходили в соответствии с возрастом, переходили в классы в этих школах, в которых было от 12 до 20 человек и спокойно продолжали обучение именно вот в таких классах. Для того, чтобы правильно выстроить обучение на начальном этапе, я уже говорила, необходима специально организованная пространственная временная структура. Как было организовано пространство в первом классе? Во-первых, дети занимались отдельно на первом этаже в небольшом помещении, которое состояли из нескольких комнат. Это была классная комната и рядом с классом находилась игровая комната, в которой дети проводили перемены. Это важно, потому что одним из очень частых нарушений поведения на начальном этапе является крик. И мы понимаем, что если класс находится рядом с обычными классами, в которых во время урока тихо, то крик будет мешать не только тем детям, которые будут непосредственно рядом обучаться, но и всем детям начальной школы. Поэтому вывод первоначального обучения все-таки в более тихое место было важным. Это важно было и для детей, которые обучались в этом коррекционном классе, потому что вообще уровень шума в школе он очень высок, и если дети сразу оказываются в таком шумном помещении, в котором все время что-то происходит, для детей с аутизмом это тоже всегда очень проблематично пережить такое количество сенсорных стимулов. Есть еще одно важное условие, которое постепенно у нас выявилось, не сразу мы пришли к тому, что для обучения детей важна такая маленькая сенсорно объединенная комната, где ребенок может побыть один или с тьютером. Оказалось, что это очень важно и позволяет решать массу проблем, в том числе проблем в поведении и постепенно дети даже научались выходить самостоятельно в такую комнату для того, чтобы немножко отдохнуть и не это купировало например аффективные срывы у такого ребенка. Организация пространства на втором и третьем году обучения менялась. Второй и третьей классы уже занимались рядом со всеми детьми и другими классами начальной школы это был второй этаж и в каждом классе были оборудованы игровые уголки и дети могли проводить перемены как в классе в этом игровом уголке так и в общей рекреации вместе с другими детьми начальной школы и я уже сказала, что это было также удобно для организации частичной инклюзии когда ребенка не нужно далеко уходить для того чтобы попасть в класс обычный на урок в инклюзивный класс это было все рядом и дети были уже в целом вписаны в пространство образовательной школы но тем не менее большая часть уроков проходила в этих маленьких специализированных классах я уже говорила что все обучение детей было с тьютерским сопровождением организовано и в первом классе на уроке всегда присутствовали двое взрослых это учитель и тьютер тьютер не был закреплен за конкретным ребенком тьютер был закреплен за конкретным классом и на самом деле необходимость тьютера но редко была эта необходимость возникала до конца учебного года обычно где-то полгода и далее дети были в состоянии регулироваться уже инструкциями учителя они были к нему в целом привязаны и необходимость в поддержке тьютерской возникала уже в отдельных ситуациях и тогда ее мог оказывать не только тьютер но и свободный в этот момент специалист а вот функции тьютера постепенно менялись и тьютер осуществлял основном сопровождение детей в инклюзивных классах и если в частичной инклюзии сопровождение было один на один то есть один ребенок один тьютер то вот далее в режиме полной инклюзии нас учились два ребенка с расстройством атистического спектра которых сопровождал один тьютер то что касается коррекционно развивающее обучение оно было комплексным и было организовано с привлечением учителя дефектолога учителя логопеда но это как бы достаточно понятно и стандартно но также оказалось совершенно необходимым помощь такого специалиста как педагога психолога владеющего методами нейропсихологической коррекции потому что в нашей детской нейропсихологии в российской нейропсихологии наработано просто огромное количество методов которые позволяют обучать детей с трудностями обучения и вот эти методы вполне применимы для большинства детей с расстройствами аутистического спектра также я уже говорила что было организовано дополнительное образование в рамках дополнительного образования были как кружки имеющие коррекционную направленность у нас была театральная студия с элементами психодрамы и мы ставили с ребятами два спектакля в год то есть это такой кружок который был раз в неделю а потом заканчивалось тем что был новогодний спектакль и спектакль на обучение учебного года был кружок учимся общаться по развитию социальных навыков коммуникации и отдельно были индивидуальные групповые занятия для терапии и постепенно также дети включались в дополнительное образование общешкольное они ходили в общешкольные кружки студии и дети которые могли выстраивать социальные отношения в такой социальной группе они уже были успешны и в таких кружках вообще наше исследование было описывало именно начальную школу и начальное обучение но дети переходили и в основную школу и мы пока так тщательно не проанализировали этот этап тем не менее столкнулись со следующим очень важным обстоятельством что для детей обучающихся в инклюзивном классе очень важно обеспечить психологическую поддержку и очень важно специально организовывать ситуацию успеха для детей потому что подростковый возраст это возраст когда ребенок особенно ребенок с достаточно высоким интеллектуальным развитием может очень остро чувствовать свою особенность все-таки какие-то проблемы с включением в общество детей подростковый возраст это возраст который характеризуется тем что и обычные подростки начинают немножко разбиваться по интересам по склонностям и вот задача тьютера задача психологической службы обеспечить успешность ребенка и обеспечить позитивную самооценку и вот здесь вы видите рисунки которые были выполнены как проектная деятельность по английскому языку и они касаются изучения творчества Шекспира ребенок нельзя сказать что он полностью соответствовал требованиям которые были выдвинуты на этом уроке конечно он не смог осваивать в полном мере английский язык вот этот конкретный ребенок но зато он смог сделать красивый проект который презентовал его перед всем классом он чувствовал свою успешность и ребята его одноклассники также очень уважительно отнеслись к его способностям я не буду подробно рассказывать те результаты которые которые были в диссертации получены потому что диссертация опубликована и вот уже было сказано что для того чтобы тщательно проанализировать данные и получить доказанную эффективность модели данные за 10 лет были обработаны при помощи методов математической статистики просто вот хочу какие-то такие общие результаты сказать что по мы делали анализ по нескольким показателям и в частности вот результаты социальной адаптации учитывали в соответствии с рейтинговой с шкалой CARS и вы видите что на начало и на конец обучения происходило перераспределение групп в шкале CARS выделяется три группы нет аутизма средний аутизм и тяжелый аутизм и вот желтая группа это тяжелый аутизм мы видим что снижение детей которые относились к этой группе по вот этой шкале было с 69 до 23 процентов то есть по всем группам у нас было доказано изменение и выраженности аутистических нарушений вот здесь результаты по 30 детям это те дети по которым можно было именно посчитать потому что важность точности измерений связанных с математической статистикой они ограничили группу до 30 человек хотя в целом эксперименте который был проанализирован участвовало 54 человека там разные были еще другие методы для анализа и также для всех детей кто был доступен проводилось постоянно постоянно мониторинг с привлечением методики векслера методики оценки интеллектуального развития и вот здесь представлены результаты которые в группе тяжелый аутизм мы видим что даже по этой группе был достаточно выраженный рост показателей интеллектуального развития такие же данные мы получили и по другим группам то есть все-таки вот та модель про которую я вам рассказывала та модель которую нам удалось реализовать она была успешной и она была адаптирована все-таки под российскую школу мне кажется что это важно потому что школьное образование не является каким-то островком на котором можно с легкостью менять менталитет с легкостью не учитывать историю развития образования да и наша модель была создана постепенно именно попыткой выстроить с одной стороны эффективную модель для обучения детей с расстройством аутистического спектра в том числе с учетом и последних достижений во всем мире в помощи для такой категории детей с другой стороны было важно создать общую единую образовательную среду для всех учащихся в школе поэтому наша принципиальная позиция была что например специалисты которые работали с детьми с нарушениями развития консультировали всех детей в школе потому что детей у которых нет заявленных диагнозов детей у которых нет ну таких вот выраженных трудностей присутствуют трудности обучения сейчас много их становится еще больше и они остаются без внимания специалистов и без помощи специалистов зачастую и вот эта ситуация когда мы создавали единую школу это единственный возможный вариант разумной инклюзии потому что если мы будем пытаться защищать права одних в ущерб других я имею ввиду детей с особенностями развития в ущерб обычно развивающихся детей или наоборот это такая конфронтация которая к инклюзии не приводит только единая среда дает возможность сделать школу комфортной для всех получить образование качественное для всех и мне кажется это тоже важно потому что в традициях нашей школы именно уровень не образование качественное можно много говорить по поводу того удается ли сейчас сохранить этот уровень но то что в нынешней меняющейся ситуации когда детей с особенностями детей с пограничными какими-то состояниями становится все больше и больше инклюзивная технология которая может владеть команда специалистов понимание принципов инклюзивного образования которое будет например у учителя который не только обучился но и применил на практике возможно применил на практике эти приемы педагогические методы но вот только это может привести к настоящей инклюзии и к помощи для всех детей ну вот пожалуй это все что я хотела рассказать я так понимаю что я передаю слово далее тогда мы в конце уже полностью посмотрим вот а сейчас я передаю слово Борисову Наталье Владимировне единственное прошу быть не совсем строки потому что Наталья Владимировна сегодня очередной подвиг совершила она немножко плохо себя чувствует но тем не менее сюда добралась чтобы с вами со всеми встретиться и представить свою презентацию пожалуйста своим знаком и и и и Уважаемые коллеги, мы сейчас с вами будем рассматривать ту составляющую работы школы, которая позволит составить этот индивидуальный образовательный маршрут нашего ученика, который находится в спектре аутизма, наиболее благоприятным образом. И благоприятным мы имеем в виду, я в частности имею в виду еще и тот факт, что у нас есть образовательные цели, которым мы следуем в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, реализуемым данным образовательным учреждением в среде, в классе и так далее. Мы должны пользоваться при построении индивидуального образовательного маршрута всеми теми инструментами, которые у нас есть, всеми теми возможностями, которые уже имеются и в законе об образовании, и в многочисленных локальных нормативных актах школы. А если таких инструментов нет, то к этому нужно непременно вернуться, проделать эту важную работу для того, чтобы все составляющее образования ребенка было максимально качественным, возможным, легитимным, не противоречило существующим условиям, а наоборот их изменяло, дополняло, развивало. И чтобы вот эта ситуация инклюзивного обучения была не вызовом, ни головной болью, ни проблемой для школы, как это часто бывает, точкой роста, точкой развития новых педагогических компетенций, понимания того, как развивается образование, как оно движется, какое оно может принести вот это движение и ситуацию пользы для каждого ребенка, успеха и, в общем, работать на общий результат школы. Давайте посмотрим, как это делается. Я знаю, что многие из вас уже вполне преуспели в этом, и некоторые слайды будут просто напоминанием этой ситуации, прошу отнестись к этому соответствующим образом. Посмотрите, пожалуйста, прежде всего, когда мы говорим об индивидуальном образовательном маршруте ребенка, прежде всего, наверное, стоит напомнить о том, что реализация программы и, соответственно, реализация стандарта, федерального государственного образовательного стандарта, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не является таким введением, которое остается вне внимания школы, управляющего совета в частности, потому что, конечно же, еще в 2016 году, когда стандарт запускался, необходимо было решение коллегиального образа органа школы, управляющего совета в частности, о том, что такой стандарт вводится, и он запускается в действии и фиксируется в соответствующем протоколе. Почему это важно? Говоря о том, что касается индивидуального образовательного маршрута. Казалось бы, какая здесь связь? Связь здесь прямая, очень четкая. То, что школа работает и реализует новые варианты стандарта, что школа работает в новом инновационном направлении и защищает права на образование всех детей, должно быть, конечно, очевидно для управляющего совета, потому что меняется очень многое, меняются варианты, появляются новые форматы обучения, новые формы, должны появиться, во всяком случае, специалисты, необходимо изменить материально-техническое состояние школы и сделать очень много, принять очень много решений. И если управляющий совет будет в неведении, а в худшем случае скажет кто-нибудь из его участников, что, да, конечно, в школе появились особые дети, да, что-то там происходит в начальной школе, ну вот пришли эти родители, требуют, требуют, просят, просят, да, такие обывательские разговоры ни в коем случае нельзя поддерживать, потому что мы реализуем образовательную политику государства. Мы как образовательные учреждения реализуем школьную образовательную политику. Она реализуется в соответствии с федеральным стандартом, с законом об образовании. Поэтому эта часть деятельности школы не менее легитимна и законна, чем все то остальное, уверенно, что хорошее и качественное, то, что происходит в остальном образовательном пространстве. Это первое. Да, и для того, чтобы у нас индивидуальный образовательный маршрут появился у каждого ребенка и был таким же успешным, эффективным, как нам говорила и рассказывала, с большим интересом выслушала презентацию Людмила Вячеславовна, чтобы у нас появились эти возможности, эти уровни. Это динамически изменяющаяся модель. Нам, конечно, необходимо не просто адаптированная основная образовательная программа, которая взята с сайта в госреестр.ру, разработана узким кругом специалистов в лучшем случае, и она пребывает как некий документ, необходимый для отчетности, и находится на всех нужных ресурсах. Это, конечно, процесс совершенно другой. И вот какой он, будем сейчас разбираться. И далее, помимо основной образовательной программы начального общего образования, адаптированной для нашего индивидуального образовательного маршрута, нам понадобится некоторое количество новых локальных нормативных актов. Большая часть из них, я уверена, уже в школах, где обучаются дети с особыми потребностями, появились, потому что они регулируют очень многие тонкие моменты. А если их нет, то посмотрите, пожалуйста, на этот перечень. Здесь и, кроме того, да, напомню вам, что локальным нормативным актом является сама адаптированная основная образовательная программа. Кроме этого, есть у нас или может появиться локальный нормативный акт об организации инклюзивного образования. О создании специальных образовательных условий. У нас совершенно необходим документ, который называется «Положение о психолого-педагогическом консилии образовательной организации, о службе психолого-педагогического социального сопровождения и локальный нормативный акт об индивидуальном учебном плане». Вот это мощная, выстроенная, хорошо продуманная, привязанная к конкретной ситуации в школе, локальная нормативная база и позволит выстроить тот оптимальный маршрут, который консилиум совместно со специалистами, совместно с родителями, на основе всей той ситуации конкретной школьной сможет разработать. И это будет очень важным, не то чтобы подспорьем, а условием эффективности этого процесса, потому что мы можем сочинить это как угодно, но если это не будет связано с практикой реальной школьной жизни, если это не будет никак соединяться с методическим объединением учителей начальных классов, либо с методическим межпредметным объединением, либо с объединением учителей дополнительного образования, что как вплетется в канву школы, то, соответственно, у нас ситуация инклюзии не получится, у нас получится отдельный автономный класс, который не имеет никакого отношения к остальной части жизни в школе, в нем будет что-то происходить, в лучшем случае один или два раза на педагогическом совете будет рассмотреть этот вопрос, но не более того, нам эта ситуация не нравится, она неправильная, и мы ее, конечно же, меняем. Каким образом? Далее. Итак, у нас, кроме того, что программа разрабатывается, она не может быть разработана хаотично, бессиструктурно, бессистемно. Для того, чтобы разработать этот важнейший локально-нормативный акт, у нас появляется другой документ, документ, который определяет структуру, порядок разработки и утверждения, а, соответственно, внесение в нее изменений. Потому что если мы в своем индивидуальном образовательном маршруте затеяли обучение в таком моменте, такого постепенного разворачивания инклюзивного образовательного процесса, соответственно, у нас изменится какая-то компонента, например, такая, как учебный план, или он может изменить, или может измениться программа коррекционной работы, и будет дополнена. У нас может измениться программа дополнительного образования. Как внести в нее изменения, в эту адаптированную программу, если у нас нет процедуры внесения изменений. Вот обо всех этих важных процедурных вопросах в таком локальном акте следует школе договориться. В содержательном разделе стандартно у нас в программе, в адаптированной программе есть раздел по формированию универсальных учебных действий. Для вариантов 3-4 такой программы – это формирование базовых учебных действий. Есть программы учебных предметов, курсов и программы иные, которые связаны с духовно-нравственным развитием, с воспитанием детей, с развитием экологического мышления, культуры, здорового и безопасного образа жизни и так далее. И вот в этом же локальном акте, который утверждает структуру такую большую адаптивную программу, важнейшим разделом является программа коррекционной работы. Это краеугольный камень всей работы, которая вокруг себя закручивает все эти вихри по построению индивидуального образовательного маршрута, потому что именно в ней будут определены все точки, те важные части работы, когда мы начинаем с диагностической работы и что мы делаем с результатами диагностики, когда мы понимаем, как мы ведем работу по адаптации учебных материалов совместно с учителем, на методических ли объединениях, на каких-то мастер-классах, на иных формах, которые вы признаете важными, нужными для своей образовательной организации и закрепите их в программе коррекционной работы. Далее мы работаем с родителями, мы работаем со всем школьным сообществом, как Людмила Вячеславовна говорила о том, какая часть родительской работы, очень важная, не может исчезнуть при приходе ребенка в школу. И поэтому такие консультативные диагностические форматы работы, они остаются важными, и они также должны появиться в формате программы коррекционной работы, не быть такими формально написанными, просто обозначить одну-две консультации ежемесячно, и на этом счесть этот раздел программы выполненным. Это же явно не так, и это неправильно, и неэффективно, прежде всего. Далее у нас в этом локальном акте закрепляется как структурным, таким важным разделом, организационный раздел, он очень важен для построения образовательного маршрута. Там мы с вами рассматриваем учебный план и вводим его, соответственно, тот, который нам необходим, или в зависимости от варианта программы, это будет учебный план, связанный с начальным общим образованием год в год, как для варианта 8.1, это будет пролонгированный учебный план, но в нем появится обязательно содержание внеурочной деятельности, которая заключает в себе программы коррекционно развивающих занятий индивидуальных и групповых, программы коррекционных курсов, если мы говорим о варианте 8.2, и в этом учебном плане у нас появляются те возможные секции внеурочной деятельности, форматы работы внеурочной деятельности, дополнительного образования, которые могли бы и могут быть реализованы в этой адаптированной основной образовательной программе. Я отсылаю вас к достаточно свежему документу Министерства образования, Министерства просвещения, простите, в котором письмо за подписью заместителя министра Синюгиной Татьяны Юрьевны, в котором говорится о том, что даже один ребенок, это письмо, по-моему, 26 августа, но в любом случае его можно найти поиском. Самый важный раздел этого письма по нашей тематике заключается в том, что даже приход одного ребенка в школу, одного ученика, не отменяет обязанности школы в разработке адаптированной основной общеобразовательной программы. Это такой же ученик со своими особными потребностями, и они должны быть соответствующим образом удовлетворены. Поэтому сделать вид, что его нет, не удастся. И программа нам нужна. Дальше движемся по нашим документам. Здесь, в этом же локальном нормативном акте, очень важно рассмотреть для школы, как у нас реализуется управление, реализация управления тем, как эта программа будет воплощаться в школе конкретно. Мы обозначаем прежде всего ответственные сферы, то есть сфера ответственности директора, в данном случае это стратегическое управление, реализация программы, у заместителя директора, либо по качеству образования, либо заместителя директора, по содержанию образования, по учебно-воспитательной работе, в зависимости от того, как у вас это сформировано в вашем разделе административного школьного управленческого корпуса, либо это руководитель психолого-педагогического консилиума. В этом документе как раз рассматривается вопрос, кто обеспечивает непосредственную разработку, реализацию этой программы, в том числе индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов, и в том числе во внеурочной деятельности. Это очень важно. Об этом нужно договориться с самого начала. То есть тот, кто та ключевая фигура, которая занимается этим. Почему это нужно? Зачастую приход в обучение ребенка или группа детей в школе бывает связан с тем, что как бы капсулируется сам класс и группа специалистов вокруг него, и они становятся не связанными, не вплетенными вот в эту конву школьной жизни. Поэтому очень важно, когда процессом реализации этой адаптированной программы является все-таки руководитель всего того уровня обучения, либо той части работы, которая связана с начальной школой, а не просто один специалист, психолог или коррекционист, другое иное. чтобы понимать, что у нас есть образовательные результаты, которые также измеримы, которые также важны для школы, как и все остальные образовательные результаты, которые достигаются при реализации основной образовательной программы начального общего образования. И далее. Очень важно в этом документе договориться о том, кто осуществляет и как осуществляется контроль и анализ реализации учебных программ по программам учебного плана, как будет проходить промежуточная аттестация этих детей, и в каких условиях, и как будет производиться оценка образовательных достижений учащихся в рамках освоения этой программы. Потому что если мы реализуем программу 8.1, означает ли это, что мы априори не участвуем во всероссийской проверочной работе? Конечно, нет. Но нам необходимо создать специальные условия при ее выполнении, так же, как и при всех ситуациях контроля. И какими они будут? Это будет ситуация пролонгации времени, это будет привычная атмосфера и обстановка, это будет формат иной выполнения, не содержания. А условия, в которых выполняется эта работа, обо всем об этом необходимо в этой адаптивной основной образовательной программе иметь очень четкие для себя критерии и позиции. Вот как долго выстраивается этот индивидуальный образовательный маршрут и как важен каждый элемент. Вторым очень важным документом для разработки такого маршрута, для возможности организации таких сред, динамически развивающихся, от малого автономного класса, от класса малой наполняемости, от специализированного класса, как он у вас там будет назван, до полного включения, ситуация полного включения на весь период учебного процесса с поддержкой, соответственно, психолого-педагогической, нам нужен такой документ, который называется «Оборганизация инклюзивного образования». В нем можно очень четко разделить понимание того, какие у нас цели и задачи инклюзивного образования, как у нас оно будет организовано, какие у нас конкретные формы организации его, уровни включения, условия организации инклюзивного образования, этапы его запуска этого процесса. И, соответственно, порядок принятия этого локального нормативного акта, как обычно это бывает в каждом документе, и как в него вносятся изменения. И таким образом, например, это строки из конкретного документа одной конкретной школы. Инклюзивное образование детей в школе может быть организовано. Смотрим мы. Посредством совместного обучения детей и детей, не имеющих таких ограничений, и, конечно, дети с расстройством аутистического спектра прекрасно попадают в этот формат. В одном классе, если это не препятствует успешному освоению образовательных программ всеми обучающимися, если мы принимаем и договариваемся о таком положении, то, соответственно, зафиксировать препятствия нужно каким-то образом, если они появляются, чаще всего это недостаточная сформированность учебного поведения, скорее всего. И тогда мы понимаем, что нам нужны некие иные среды, те же малые учебные кабинеты, комнаты с объединенной сенсорной средой, которые помогают нам нормализовать баланс, нормализовать состояние ребенка, опять включиться в учебный процесс, либо мы имеем вот такую вот ресурсную, большую ресурсную зону, где у нас этот процесс происходит максимальную часть времени, инклюзивный формат обучения происходит уже в больших классах, уже сначала с минимальным продвижением по времени, потом становится все более и более максимальным. Таким образом, у нас совместное обучение также очень четко фиксируется, в каком отношении, по отношению друг к другу и к образовательным праву каждого из участников образовательных отношений мы находимся. Далее, посредством открытия отдельного класса, может быть, оно организованное, мы фиксируем такую ноту в своем, вот в этом документе. Отдельный малокомплектный или автономный класс для детей также может быть создан. Если мы говорим о технологии ресурсной зоны, ресурсного класса, такая технология, конечно, тоже может появиться в таком документе по организации инклюзивного образования, но тогда это еще появляется еще один формат, и это должно стать вот таким вот общешкольным важным документом, в том числе, отдельно внесенный в него разделом, либо строкой. По уровню включения мы говорим о том, и вы прекрасно слышали это, что мой предыдущий спикер и участник вебинара рассказывал достаточно подробно, как от ситуации социальной инклюзии, когда дети встречаются со своими одноклассниками и в коллективе своих сверстников находятся на внеурочном мероприятиях отдельно, зачастую, потому что это огромная эмоциональная нагрузка и сенсорная, и какая угодная, и эффективная, и, конечно, мы ее дозируем, мы применяем очень четкую, выстроенную модель, не просто, да, обеспечить взаимодействие детей, но сделать его качественным, важным, чтобы не перегрелись дети, да, чтобы не было это связано с травмирующей ситуацией, когда мы можем, ведь, недостаточно чувствовать вот эти тонкие сенсорные напряжения, которые могут возникнуть даже у детей высоких эмоциональных, синдром Масперкера, это рассказывали наши спикеры, люди уже взрослые, молодые люди с аутизмом, когда разность света ламп, холодный и теплый свет люминесцентных ламп, может вызвать сильнейшее недомогание, сильнейшую, эффективную, и вспышку, если ты умеешь купировать это, но ты взрослый человек, а если это маленький ребенок, он просто начнет кричать, и мы не будем понимать, в чем дело, как происходит это все, а мы просто пришли в зал на праздник со всем классом, и вот такой важный момент, мы пропустили, или мы не знали о нем, да, это от ситуации социальной инклюзии, мы переходим к ситуации частичной инклюзии, да, когда мы обучаемся поадаптированным, когда ученик наш, учащийся находится в ситуации обучения по адаптированной программе, либо по учебным индивидуальным планам, совмещает такое совместное обучение по ряду предметов, да, в тьюторском же сопровождении, скорее всего, с индивидуальными групповыми занятиями, и это называется нелинейное расписание, норма о нелинейном расписании, об этом формате, есть в стандарте не только начального общего образования, я имею в виду большой стандарт, но и в стандарте основного общего образования, пользуйтесь, пожалуйста, этим, работая сейчас над большой программой по созданию такой адаптированной программы основного общего образования, в ней очень много таких очень мощно заложенных инструментов для того, чтобы в том числе инклюзивные процессы могли проходить максимально эффективно, в частности, норма о нелинейном расписании, в примерной программе основного общего образования тоже есть. И полная инклюзия, ситуация полного включения, когда у нас в сопровождении ассистента или тютера посещается занятие совместно со всеми сверстниками, и обучение идет в соответствии с общим учебным планом, но этот учебный план, да, он дополнен, он план-то из адаптированной основной образовательной программы, я имею в виду 8.1, и в нем есть не менее 5 часов коррекционно развивающей работы, и у нас есть и коллективные, и групповые, и индивидуальные занятия, у нас есть система дополнительного образования. То есть ситуация полной инклюзии выглядит именно так. И все это в одном большом документе для того, чтобы наш индивидуальный образовательный маршрут выглядел хорошо. И последний, важный документ из этого пула документов, которые нам обязательно нужно разработать, это, конечно, о порядке обучения, локальный нормативный акт, о порядке обучения по индивидуальному учебному плану. Это важный документ, он важен для всей школы, потому что не только дети с особыми потребностями, которые связаны со спектром аутизма в данном, в нашем случае, могут обучаться по этому индивидуальному учебному плану в такой форме, но и дети, которые не имеют таких ограничений по здоровью или особенностей, или особых образовательных потребностей, и они по заявлению родителей могут также обратиться в школу с просьбой предоставить им такой индивидуальный учебный план. Это может быть ускоренное обучение, это может быть обучение связано с тем, что ребенок серьезно занимается спортом, и у него есть периоды, когда он обучается в очно-заочной форме, использование дистанционных образовательных технологий и так далее, да, всевозможные форматы. Наш закон действительно очень прогрессивный, 273-й федеральный закон об образовании, он весь этот спектр возможных форм легитимизирует. Давно уже причем, да, и вот как формат такого индивидуального учебного плана для нашего обучающегося. Посмотрите, мы можем здесь, если у нас это частичная инклюзия, да, рассмотреть разные формы, при этом мы понимаем, что у нас количество часов не может быть уменьшено, то есть это у нас по, мы движемся стрелкой, да, по стандарту основного общего образования, предположим, и мы рассматриваем, сколько у нас будет здесь занятий в классной урочной форме, сколько мы предположим индивидуальных занятий по этому предмету, решаем, что нам это необходимо, и у нас есть, может появиться занятие с применением дистанционных образовательных технологий, вот этот раздел здесь мелко, может быть, вам не очень хорошо видно, это сетевое взаимодействие, если у нас часть предметов будет, да, именно на сетевом взаимодействии реализовываться, а может быть, это будут у нас занятия, которые связаны с коррекционным блоком, и это все в индивидуальном учебном плане, этот строк, этот столбец оставлен еще для иных форм, скажем, вы, может быть, внесете не использование дистанционных образовательных технологий отдельно, да, как заочная форма получится обучение, но мы должны хорошо с вами понимать, что заочная форма не означает просто перенос этого занятия, этого часа на ситуацию обучения дома, когда вот ничего больше не происходит, да, у нас должен обязательно появиться график консультации по заочной, и когда у нас сочетаются формы, это одна история, когда у нас только заочная форма, да, обучения по какому-то одному предмету, когда у нас нет ни группового присутствия, не индивидуального, то в этом формате, конечно, ребенок остается. В списке класса он никуда не исчезает, у нас нормативно подушевое финансирование, поэтому вы должны обязательно предусмотреть необходимое количество консультаций по этому предмету. Его реализуют педагоги, то есть консультируют, реализуется это заочное обучение, в том числе с использованием ресурсов семьи, но промежуточная аттестация, но контроль за реализацией вот этого заочного формата ведет все-таки школа, он у нас не, я говорю, не исчез с наших радаров, наш ученик, поэтому этот формат не менее важен. Составить график консультации, назначить его, реализовать, провести консультацию по каждому предмету, провести аттестацию по этому предмету, так же, как мы проводим аттестацию по всем другим предметам, которые изучаются в формате групповом или индивидуальном, так же и заочном формате. А дистанционно-образовательная технология хороший инструмент, развитие его идет огромным, таким динамичным очень процессом, у нас появляется формат Московской ресурсной электронной школы, Российской электронной школы, и это будет очень хорошо и применимо, если мы будем не ждать, когда это все будет как требование использования в работе с детьми нашей группы, нашей категории, но в том числе и мы будем на обережении работать, поэтому призываю всех педагогов изучать этот формат, он очень важный, он может хорошим быть дополнением, там много визуальных ресурсов, там много уроков, которые используют всю-всю такую динамическую наглядность, видео, форматы, отрывки из фильмов, в старшей школе это великолепно сделанное, виртуальные лаборатории по физике, по химии, это все нам в помощь, это все нам очень-очень пригодится для обучения. Мы движемся дальше, посмотрите, вторая часть индивидуального учебного плана у нас содержит дополнительные занятия в системе дополнительного образования по всем направлениям и, конечно, коррекционно-развивающая область, и мы знаем, что это может быть до 10 часов, но при этом мы помним, что коррекционно-развивающая область у нас не менее 5 часов, вот в нашем маршруте и появляются точки, появляется вот это вся мозаика соединения часов занятий в той форме, которую мы можем и считаем важным реализовать эта часть адаптированной основной образовательной программы у нас может закреплена быть, это наш локальный нормативный акт об организации инклюзивного образования, это у нас то, каким образом реализуется система дополнительного образования, об этом есть у нас АЦИЛ и в адаптированной основной образовательной программе, о том, как у нас реализуется коррекционно-развивающая область и создание специальных условий, по сути. Но мы не связываем все специальные условия только с этой частью. Мы помним о том, что специальные условия – это и специальные методы, это и специальные подходы. В некоторых случаях специальные учебники, это и тьютерское сопровождение. Вот это все большая область. А здесь в индивидуальном учебном плане у нас появились конкретные часы занятий. Итак, у нас есть логопед, и он занимается в группе и индивидуально. Что происходит в группе? Здесь у нас, условно говоря, у психолога это может стать только индивидуальное занятие, а, предположим, у дефектолога это может быть занятие, которое связано с формированием социально-бытовой ориентировки, социально-бытовых навыков, есть такой коррекционный курс. А психолог в данном случае, если это программа 8.2, реализует коррекционный курс по формированию коммуникативного поведения. У логопеда это может быть тоже своя работа, своя деятельность. Тот же курс, например, может быть реализован в том числе и учителем-логопедом. Предположим, если у нас наиболее эффективно, мы согласились с тем, что это будет курс именно в этом формате. И модели, еще раз перечислю, перед тем, как мы перейдем с вами к вопросам, которые в этом маршруте могут появиться. Регулярный класс, ресурсный класс, автономный малокомплектный класс для обучающихся с ОВЗ. Все это является частью того индивидуального образовательного маршрута, который появится уже у вас как еще один документ. Но я преднамеренно сюда не выложила именно какой-то отдельный модельный формат этого маршрута, который, в частности, в московской школах предлагается один. Когда определяется для всех специалистов и для учителя класса, если мы говорим о формате начального общего образования. То есть это учитель класса и те учителя, которые ведут уроки, развивающие музыку, изобразительное искусство, физическую культуру и так далее. Когда определяются дефициты ребенка, сильные стороны, задачи на год или на полгода и специальные условия, фактически расписание. Когда определяется, сколько таких занятий будет у ребенка в неделю и когда они проводятся. И, соответственно, учитель класса. Также, если он помимо урока в классе еще имеет возможность проводить дополнительные занятия, индивидуальные, если это предусмотрены адаптированные основные образовательные программы, возможности школы, то, соответственно, в таком маршруте появляется и такая точка. Ряд школ разрабатывают огромный документ под названием индивидуальный образовательный маршрут, который смело можно назвать адаптированная образовательная программа или индивидуальный план коррекционно-педагогического сопровождения, коррекционно-психологического сопровождения, по-разному это звучит. Поэтому я не фиксирую вас на конкретной одной форме, но движение по этому маршруту, то есть понимание того, как у нас разворачивается обучение, какие максимально благоприятные у нас для этого есть точки, какие мы ставим цели, задачи, образовательные результаты, какие мы хотим получить, все это в этом образовательном маршруте обязательно должно появиться. Считается ли вы важным зафиксировать в этом документе результаты диагностических исследований? Пожалуйста, введите такой раздел. Если это избыточно для вас и у вас все диагностики находятся у специалистов в неком таком сводном документе в адаптированной программе, это другое. Маршрут – это движение по конкретным, формально определенным в школе на уровне локальных нормативных актов пространства этого ребенка. Для его блага, для того, чтобы программа была реализована, для того, чтобы был достигнут максимальный образовательный результат и, соответственно, целевой раздел, адаптированный основной общей образовательной программы. Я на этом умолкаю, простите еще раз за тембр голоса такой, достаточно назальный, но это связано пока так. Я думаю, дальше будет лучше. Спасибо большое. Переходим к вопросам. Переходим к вопросам. Просто есть часть вопросов, которые адресованы все-таки Наталье Владимировне. Я отвечу на те вопросы, которые адресуются мне. И первый вопрос – это вопрос, что это за термин первоземный. Ответ на него несложный, потому что на самом деле этот термин очень часто встречается в литературе, посвященной детям с расстройствами аутистического спектра. Переводится он просто всеобъемлющий. Дело в том, что нарушения по аутистическому типу у детей возникают очень рано и представлены практически во всех областях его развития. И аффективные, и познавательные. Именно поэтому так сложно работать с такой категорией детей. Именно поэтому возникают такие трудности при организации обучения таких детей. Спасибо за вопрос. Он, правда, сформулировал интересно, как ваши педагоги и специалисты обошлись без знаний прикладного анализа поведения. Дело в том, что вокруг прикладного анализа поведения и биотерапии сейчас скопилось какое-то невероятное количество мифов и слухов. Давайте все-таки подумаем. Вот прикладной анализ поведения. Нужно ли анализировать поведение ребенка с аутизмом? Конечно, нужно. В этом сходятся просто все специалисты. Нет никого, кто скажет, что не нужно. Нужно ли поощрять ребенка за выполнение задания, за выполнение трудного для него задания? Конечно, нужно. Но разве есть какой-либо педагог, который скажет, что нет, не нужно? Это какие-то очевидные вещи, и никто по этим аспектам не спорит. А вот нужно ли в анализе поведения останавливаться только на внешне регистрируемых характеристиках поведения? Или все-таки нужно анализировать мотивы и потребности? А мы уже здесь говорим о двух разных научных подходах. Это уже предмет научной дискуссии. И я вас уверяю, что эта дискуссия началась не сегодня и даже не вчера. И во всех классических трудах российских, а в то время советских психологов, педагогов обязательно есть критика как работ Скиннера, так и работ его последователей. Да, это предмет научной дискуссии. Нужно ли ограничиваться и выстраивать систему исключительно поощрений? Или нужно все-таки думать о том, что мы выстраиваем деловые, познавательные и личностные отношения? Это опять же к вопросу научной дискуссии на эту тему. Наука на месте не стоит, научная мысль, она все время развивается. И нужно думать, видимо, и принимать какие-то, анализировать, принимать какую-то свою позицию по этому поводу. А вот после того, как вы для себя определились, к какому подходу вы склонны, я уже сказала, что наша модель интеграции была выстроена на достижениях российской науки психологической и науки педагогической. Вот после этого все приемы, которые вы применяете, они соотносятся с вашей принципиальной позицией. И структурирование, и визуализация, и то, что совершенно необходимо для того, чтобы выстроить обучение ребенка сразу, это не относится к какой-то конкретной совершенно, очень определенной технологии. Это то, что может использоваться любым специалистом, который серьезно все-таки выучился этому, да, и умеет пользоваться на серьезном уровне. Просто недавно, например, в одном из выступлений прозвучало, что АПЕКС – это тоже относится к прикладному анализу поведения. АПЕКС – это альтернативная система коммуникации, она не может относиться к подходу. Это некоторые приемы, которые может использовать любой педагог с той или иной позиции. Поэтому без знания прикладного поведенческого анализа мы не обошлись. А что мы взяли из этого, исходило из наших позиций, из нашей идеологии, из наших подходов, которые мы изначально определили как основные в нашей модели. Далее был вопрос, может ли тьютор заменить ассистент, и может ли родные быть тем самым человеком, который будет тьютором. Ассистент и тьютор – это принципиально две разные позиции. Тьютор – это педагог. В нашей модели тьюторами работали психологи, имеющие образование, психологический факультет Московского государственного университета. Задачи тьютора, я не буду подробно останавливаться, но они очень сложные и требуют серьезных психологических и педагогических знаний. Ассистент – это все-таки другая позиция. Могут ли родители? Нет, не могут. Моя принципиальная позиция, что это не запрет на профессию тьютора для родителей. Конечно, родитель может осваивать эту профессию и работать тьютором, но ни в коем случае не со своим ребенком, и ни в коем случае, по нашему опыту, нежелательно и даже в той же школе. Потому что родитель, у него есть собственные очень важные обязанности, очень важное влияние на развитие ребенка. И смешивать профессиональное и родительское отношение к ребенку – это очень неправильно и плохо и родителю, и ребенку. Школа – это социальный институт, это социальная группа, которую ребенок должен осваивать и вырабатывать у себя какие-то адаптационные механизмы. А рядом с родителем он очень часто начинает цепляться за те стереотипы взаимоотношений, которые у них уже есть. Ему очень сложно меняться в этой ситуации, и родителю очень тяжело, потому что напряжение, которое возникает в результате у ребенка, оно родителям в результате мультиплицируется. Нет, нежелательно эта ситуация. Я понимаю, что очень многие от безвыходности идут к этому. Все-таки нужно искать другие способы и методы. Есть еще вопрос, целых два вопроса, про то, что ребенок обучается на дому, и у него нет адекватно организованного обучения, или у него только социальный педагог, ребенок в шестом классе, или классный руководитель игнорирует. Два очень похожих вопроса. Я думаю, что таких вопросов возникает какое-то бесконечное количество. Все-таки мы должны понимать, что если у ребенка есть статус ребенка с ОВЗ, то школа обязана разработать адаптированную образовательную программу, даже если ребенок доводится на надомном обучении. И тогда в эту адаптированную программу входят не только академические навыки, и зафиксированы те достижения, которые он должен получить в этой области, но и воспитательные, и социальные. Это достаточно объемный документ, он существует, его можно посмотреть. И тогда для ребенка возможна все-таки социализация, привлечение его к внеурочной деятельности, с фиксацией того, кто будет заниматься именно этой областью. И все это должно быть согласовано с родителями, и выстроена некоторая такая серьезная программа. Поэтому мне кажется, надо начинать с того, что идти к руководителям организации, просить составить адаптированную программу, и пытаться в этом каким-то образом участвовать. Но вот еще раз хочу повторить, что школа не сможет взять весь объем, поэтому в этой ситуации родителям, видимо, надо и объединяться, и пытаться находить какие-то внешкольные формы взаимодействия. То есть исходя из тех задач, которые вы можете сформулировать в рамках той же адаптированной программы, вы можете по-разному их решать. И школа имеет возможность, например, сетевого взаимодействия. Если в школе нет специалистов, школа может заключить договор с организацией, в которой есть такие специалисты, и тоже подключить к организации обучения такого ребенка. Ну вот возможностей очень много. Конечно, все упирается очень часто в желание и направленность на решение такой задачи по администрации и решимость родителей. Последний, пожалуй, вопрос, на который я буду отвечать, это вопрос, сформулирован, что выплата коэффициента, увеличивающая за работу с ребенком с раз, расположена ли она только к властному руководителю или другим специалистам. Все-таки вот то, что я говорила, повышающий коэффициент, это коэффициент, который говорит о повышении нормативного подушевого финансирования, устанавливается региональными властями, и это коэффициент, который целиком увеличивает нормативное подушевое финансирование. Если мы говорим о конкретных специалистах, речь идет о том, что возможно по решению школы в документ, который говорит о стимулирующих выплатах, будут включены коэффициенты за работу с такой категорией детей. И тогда вот как написан этот документ, как вы его утвердили в школе, так вы и будете получать, и те же специалисты это будут получать. То есть это, если я правильно понимаю, на решение только школьное, на уровне школы это решается. Передаю Наталье Владимировне. Здесь интрига с разработкой адаптированной программы основного общего образования разворачивается. Вкратце скажу, да, дошкольное тоже идет в активном, уже в апробации на конференции, как раз вопросы апробации рассматривались на одной из секций. Что я хочу сказать? Конечно, это документ, который прежде всего мы должны понимать. Он разрабатывается в соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования. У нас нет специального федерального государственного стандарта основного общего образования. У нас есть только общий стандарт. Поэтому появлений вариантов 1 и вариантов 2 в этой программе не может быть. В отличие от ситуации в начальном образовании, в котором у нас есть специальный федеральный государственный стандарт. Поэтому здесь мы понимаем, что наши дети, попадая после 4 класса, кто-то после 5 года обучения, в ситуацию общего образования, так или иначе будет обучаться по основной образовательной программе без пролонгации такой, которая была у нас на формате начального общего образования. И задача этой программы – разработать то, что поможет этому ребенку освоить основную образовательную программу. А это программа коррекционной работы. Это понимание особых образовательных потребностей, как важный компонент этой деятельности, чтобы не только узкие специалисты могли в этом разбираться, но и все преподаватели, учителя всех предметов точно понимали, что это такое. Это методические рекомендации по тому, каким лучшим способом внести обучение по тому или иному предмету. Это то, как должна быть выстроена программа воспитательной работы. Это то, как должны формироваться универсальные учебные действия. То есть деятельность идет максимально приближенная по разработке такой программы. Деятельность приближает это все к ситуации обучения, конечно, полного включения. Но эта же программа никому и никоим образом не сможет запретить работать в автономном классе, продолжать, если у школы к счастливому стечению обстоятельств есть такие возможности, поддерживать такой малокомплектный класс уже для подростков, уже для старших школьников. Но мы должны понимать, что уровень включения их в общую школьную жизнь тоже увеличивается пропорционально их возрасту. Мы не можем их так продолжать обучать в узком таком коллективе детей без всех важных подростковых взаимодействий, интеракций, вообще без вплетения, еще раз говорю это слово, в общую школьную жизнь. Поэтому, как вариант обучения в малом классе возможно, конечно, это не противоречит никаким нашим нормам. Но, тем не менее, программа будет реализовываться, мы понимаем, та, которая позволит этим детям, этим ученикам выйти на государственную итоговую аттестацию в 9 классе. Не забываем, у нас она впереди, никто от нее не освобождает наших детей. И меняется форма, мы понимаем, да, но, тем не менее, она так и как итоговая аттестация сохраняется. Это вообще цель, да, в том числе и подтвердить результаты образования, участвуя в этом итоговом экзамене. И еще у нас один есть вопрос на эту же тему. Будет ли в этой программе раздел, посвященный работе психолога с такими детьми? Будет программа коррекционной работы, конечно. Она для психолога очень важна, но сколько у нас, говорят, сколько у нас вариантов спектра, столько, сколько детей. Поэтому написать, что эта программа работы психолога с одним конкретным ребенком, не зная про его историю в дошкольном образовании, в начальном общем образовании, то, что происходит на этапе с 5 по 9 класс, одну универсальную программу психолога заложить, конечно, не можем. Основные рэперные точки, конечно, в ней будут. Работа, опять же, продолжается диагностическая. И работа с включением психологической службы в ситуацию преподавания на уроке и так далее. Вот это все зависит очень-очень от ситуации конкретной, с конкретным ребенком. Но надеюсь, что мы сможем на уровне разделов, таких как особые образовательные потребности, показать всей психологической службе, в том числе сотрудникам школы, педагогам, что такое ребенок сразу в общей школе и какие у него сохраняются особые потребности, как их учитывать при и урочной, и в неурочной деятельности. Спасибо. Наталья, мы учим, ты мог бы... Да, конечно, сделаем. Когда школа мангирует обучение ребенка, который учится в общей образовательной классе, условия полной накрытии, он продолжает числиться в своем классе, в котором учился, или переводится в класс меньше. Ну и в том, в другом случае, программа не будет совпадать с программой класса. Каким образом мы фиксируем этот журнал? Так, еще раз. Нет, надо прочесть. Какая... Во-первых, какой класс? Непонятно. Так, про крестину сказали. Противы рассказали. Да, перед идеей, это тем не будет. Сейчас найду. Подскажите, во-первых, вопрос короткий. Подскажите более конкретные данные письма Министерства просвещения. Пожалуйста, в поиске наберите письмо Министерства просвещения от 26.08 дату. И, соответственно, один ребенок с ОВЗ в школе. Какими-то ключевыми словами поиска вы можете найти этот документ. Если продолжение поиска будет затруднено, обратитесь, пожалуйста, в Федеральный ресурсный центр. Я оставлю точный номер этого документа буквально сегодня же. И он будет размещен в формате вопрос-ответ. Наверное, можно будет получить номер этого документа. И мы внесем, наверное, его тогда в раздел либо новости, либо еще какой-либо. Нужный нам раздел на сайте ФРЦ. Просто мы его выложим на сайт. Давайте сделаем так, это будет полезно. Спасибо. Так и сделаем. Так, когда школа нашла этот вопрос? Татьяна Юрьевна, спасибо. Наталья Борисовна. Ну, Борисовна, я уже сколько раз меня переименовываю. Я Наталья Владимировна. Вообще. Но, тем не менее. Который учится в общеобразовательном классе. Во-первых, в каком? В условиях полной инклюзии он продолжает числиться в своем классе, с которым учился. Или, то есть, получается, что пролонгировать школа может обучение, если ребенок находится в ситуации обучения в специальном стандарте. То есть, он не может, если она пролонгирует в соответствии с этим, если у него программа рассчитанная на пятилетний срок обучения в начальной школе, 8-2, например. Тогда, соответственно, на каком этапе у нас был первый-первый дополнительный класс. Вот это мы пролонгировали. Если вы пролонгацию решили сделать в какое-то другое время, там, я не знаю, в третьем классе или в четвертом, в четвертом оставили, ну, как бы растянули эту программу, тогда, получается, на два года, программа, конечно, не будет совпадать. Но это требует вообще большого пересмотра всей образовательной программы. Конкретно его адаптированные образовательные программы для этого ученика. Тогда что мы сделали? Для чего мы ее именно на этом этапе обучения пролонгируем? У нас цель какая? Все-таки у нас есть отставание по темпу или по реализации основных образовательных программ по предметам. Если это, то, соответственно, ничего не должно произойти иначе, как мы его оставляем еще на один год с этим четвертым классом, если с другим четвертым классом, в котором он будет дореализовывать свою адаптированную программу. Это не очень хорошо. Сразу понятно, для нас важно постоянство образовательной среды, те очень ценные связи, та ценная поддержка детей, одноклассников и сверстников, которые за эти четыре года, например, сложились. Но тогда мы это изначально должны были предусмотреть, если у нас только один ребенок на программе 8.2. Вообще по годам обучения он еще не должен наканчивать, по-моему, четвертый класс. Я тоже спрашиваю, что является нарушением, если ребенок сразу по варианту 8.3 не пролонгировал какой-то год в начальной школе? Не пролонгировал? Значит, у вас должны быть прежде всего основания для такой непролонгации. Возможно, если это 8.3, то у нас год обучения, один из предметных этих всех компонентов был более успешно выполнен. Тогда получается, что ему просто не нужна пролонгация, нам нужны в любом случае оценочные результаты. Мы должны получить подтверждение, данные, говорящие о том, что у нас эта образовательная программа успешно реализуется по тому или иному предмету за более короткий срок. То есть мы должны провести оценочные процедуры, может быть, создать даже аттестационную комиссию небольшую и провести все необходимые диагностические материалы, провести контрольные работы, провести все иные контрольно-измерительные процедуры, которые нам необходимы для того, чтобы подтвердить, что нам пролонгация не нужна. Мы успешно обучаемся и стремительно идем вперед. Может быть, все приведет к тому, что нужно будет даже пересмотреть саму программу, сам вариант программы. Это же по закону тоже возможно, но для этого нужны все подтверждающие данные. Какая программа осваивается, в какие темпы, в какой срок, какими темпами и так далее. Поэтому мой совет вам такой, провести все оценочные мероприятия, подтвердить, что та программа, которая должна быть реализована за более длинный срок, реализуется за более короткий и спокойно учиться дальше. Это не нарушение. По 8.3 это означает, что ребенок должен обучаться по программе школ для детей с нарушениями ментальными, с нарушениями интеллектуального развития. У нас другой программы для 8.3 быть не может. Поэтому берем программу и обучаем по ней. Но даем всю коррекцию, все особые потребности в сочетании с тем, что у нас есть спектр аутизма. Так, ну и время вышло, я последний только отвечу, только по дошкольному проданию. Да, конечно, конечно. Да, мы работаем в данный момент, мы работаем, у нас две разработки, две актеры программы, по дошкольному. Сейчас она уже написана, проходит как разнообразная дотация, тактика включения, да, и конференции об этом докладывали. Вот, конечно, уже первые результаты будут выложены. В конце этого года, аналитическая справка, результаты апробации. Вот, и по основному, общему образованию. Продолжаем работать. Продолжаем работать. Она еще не готова, то есть даже еще не апробация идет речь только на следующий год. То есть все, что будет по результатам, выкладывается обязательно на нашем портале. Пожалуйста, следите. Вся информация будет в виде всего нашего видео. Да, письмо выложим. Письмо выложим. Так, коллеги, ну, что-то, ну, все, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо наше.